Одномандатным избирать телемоку номер 115, Либискополь, Слева-Бережна, Одномандатным избирать телемоку эфирного времени предоставляем безвозмездно. Безвозно, без дно. То есть дадом. А, даром. Понятно. На канал регионального избирать организация радио висяния при проживении выборов депутатов Государственной Думы. Всех оповесили, всех пригласили, все, кто заинтересован в решении этого вопроса, как раз принимали участие. Политтехнологии в действии, правда? Ведь надо было зарегистрировать специально такое количество кандидатов, чтобы просто не осталось времени для того, чтобы была возможность у избирателя в прямом эфире, собственно говоря, оценить каждого из кандидатов и определить свой год. Ведь только так можно, в принципе, в сравнении, да, увидеть, кому отдать предпочтение. К сожалению, политтехнологии лишили такой возможности избирателей слабости. Избирательная комиссия опять, ну, в целом, наверное, избирательная система показывает свою слабость и несостоятельность, в принципе, противостоять этим штукам политтехнологическим. Вот, и они делают то, что хотят. Мне, например, было бы полезно, наверное, так как вы зарегистрировали еще одного кандидата по фамилии Токарев, было бы интересно не только мне и, наверное, избирателю все-таки посмотреть на двух кандидатов под одной фамилией, правда? Или сравнить кандидата от оппозиционной и коммунистической партии Российской Федерации с кандидатом от партии власти Тарасенко или Борцовым, да, с кандидатом Быковским. Но вот так политтехнологии распределились, и они лишили такого права избирателя. Мы считаем, что в данном случае говорить о каком-то правильном волеизъявлении, что ли, очень сложно по нескольким фактам. Первое. Если вы обратите внимание, проедете по Липецкой области и в городе Липецке, вы не увидите ни одной рекламной конструкции с кандидатами от КПРФ. И именно на выборах депутатов государственной группы. Нам с трудом удалось разместиться на стене бывшей швейной фабрики. Еще неизвестно, чем вся эта эпопея закончится на самом деле, но мы этого добились. Мы это сделали. Все остальное, значит, пространство рекламное забито только одними кандидатами, кандидатами от Генерации. Вопрос. Где что-то равенство? Скажите, пожалуйста. В чем тогда? Вы возьмете сейчас фонды кандидатов, посмотрите. У одного кандидата аж 32 миллиона фондов. Но если олигарху нужно назначить своего вассала, зачем тогда деньги тратить, простите, из казны и проводить какие-то выборы? Допустим, олигархи назначали бы своих вассалов куда угодно, выполняли бы их волю. Но это же выборы, понимаете? Выборы, демократические выборы. Вы посчитаете, что там в Конституции на все еще написано, в этом федеральном законе. Где же здесь тогда равенство? Где возможности? Посмотрите по селам, про эти. В каждой администрации сельское в этом вопросе все. Это нарушается право не только кандидатов в данном случае, а еще и избирателей. Кстати, с вашего молчаливого согласия. Еще один момент очень важный. Вот недавняя ошибка в печатном издании «Долгородской газеты». Я жалобу в понедельник отдал, так до сих пор и никакой реакции не получил. Я сейчас хочу сказать даже не об этом, Сергей Николаевич. Я хочу сказать, что именно этот факт подтверждает, для чего регистрировался кандидат по фамилии Токарев. Что даже люди, журналисты, понимаете, это не простой, скажем так, обыватель, ображаясь языком классика, да, запутались. То есть цель главная, она уже достигнута, понимаете, что творится и что происходит. Поэтому либо мы будем каким-то образом на эту ситуацию влиять, я имею в виду избирательная комиссия, либо мы просто будем статистами в данном случае. Волейбол – дело хорошее, Юрий Иванович, но выборы, согласитесь, это не игрушка. Их нельзя превращать в полный уж такой фарс. Выборы – дело серьезное. Время, которое выделяется редакцией, оно одно. У нас совмещенная избирательная кампания. У нас выборы депутатов Госдумы и выборы депутатов Липецкого областного совета. Соответственно, это же время делится уже на два. После этого получаемые отрезки времени делятся еще раз на два, распределяясь между избирательными объединениями, а в данном случае между политическими партиями и кандидатами. И закон гласит, что если приходится на каждую политическую партию, на каждого кандидата менее пяти минут времени, то совместные аэкционные мероприятия на телевидении и радио не проводятся. Нудный ты. Ох, нудный. В 31-м будет время Ленина, кстати, главная администрация области. Теперь, да, список «Единой России» возглавляет. От дебатов всегда уклонялся, и сейчас мы его нигде не увидим. Я думаю, он не ходит на дебаты, потому что вдруг он что-то пообещает людям, а потом выполнить не сможет. А люди будут возмущаться. Здравствуйте, потому что он боится. Ну, зато прямая линия будет. Это как вообще? Нам тоже дадут прямую линию, вот, Литинское областное отделение. Мы готовы провести, давайте, час времени, на любом эфире мы все расскажем. И наша задача, естественно, отслеживать и не нарушать закон. Чтобы не нарушал закон ни один из кандидатов. Это наша задача. Значит, 10 тысяч на шести участках. 10 тысяч – это маловато. Так, ладно, подожди, пока не вводи. Не вводи. Отдельцы теперь стрелять набирать. По-другим набирать. В этом государственном доме, там есть фракции, многое, надо обносить, смотреть и изучать. Задача нашей комиссии – строго соблюдать действующий закон. Мы полномочены в ряд своих полномочий. Кто за данный проект постановлений, прошу голосовать. Прошу опустить. Кто против – один. Кто воздержался – принимайте. crowed. Про Mississippi – третий. Редактор субтитров. Корректор субтитров. Корректор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова